«Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие друзья, сегодня у нас 27 мая, понедельник, и нам с вами важно понимать, что сегодня не только день рождения нашего любимого Ленинграда в Санкт-Петербурге, о нем мы поговорим чуть позже, но ведь сегодня исполняется 230 лет с того момента, как Екатерина II, императрица наша, издала рескрипт, это постановление, об основании Одессы 27 мая 1794 года. И, конечно, об этом городе хочется говорить, потому что настолько он овеян легендами и романтикой. И сегодня с нами Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук Московского педагогического государственного университета он представляет. Алексей Павлович, доброе утро, рад нашей новой встрече. Доброе утро, взаимность, Сергей Валерьевич. Да, Алексей Павлович, почему именно в этом месте, да, вот возникла задача построить такой город? Как вы на это смотрите? Ну, потому что это древнейшая, древнегреческая еще колония, античное поселение, судя по всему, с 5 века до нашей эры точно. Там единственные археологи спорят, в каком точном месте, собственно говоря, располагался этот центр, но не случайно, потому что географически это важнейший соединяющий, вот весь этот там Днепровский, Наднестр, туда весь регион. И не случайно на протяжении столетий за контроль над этой территорией велись войны, там и печенеги, и половцы, и татары, потом за литовцами, в 1415 году замок Кочебей как раз был там построен, с 1480-х под Османами, то есть это важнейший такой вот регион, он вклинивается, как бы разрезает и затрагивает интересы многих разных государств. И отсюда особенность, это многонациональность, наличие изначально торговый характер, ну не только торговый, позднее, конечно, Одесса превратится в крупный промышленный, но в основе своей вот именно вот эти вот особенности очень необычные, которые создают такой какой-то нам, может быть, не до конца понятный колорит одесский. Хотя первоначально нужно иметь в виду, что при первом городоначальнике Дерибасе, ну там совсем, там 2000 человек всего, и крупный-то рост пойдет уже при третьем родоначальнике Дюкер-Ишелье. Вот там, да, там уже пойдет достаточно большой быстрый рост населения, и быстро торговля одесская будет богатеть, будут создаваться заведения уже образования, вот. То есть город, конечно, ну там надо отметить и, конечно, особое отношение монархов, потому что Александр Павлович, например, будет очень много жаловать им всегда, вот, создавать такие более вольготные условия, и тем самым город богател, 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 и действительно по численности населения он в конце 19 века находился в пятерке. А по грузопотокам через Одесский порт он делил вторую-третью строчку. Но при этом не нужно себе представлять Одессу, как у нас иногда представляют город исключительно ресторанов, певцов, нет-нет-нет. Там тоже были свои контрасты, и не случайно в революционных событиях 1905 года там очень сильные были выступления, много расстреляли рабочих. То есть, как и положено для крупного торгового промышленного города, со всеми своими вот противоречиями. Ну, а потом вереница смены властей в годы гражданской войны, там и Центральная Рада, и Австро-Венгры, Гетман-Скарападский, и Янтанка, добровольческая армия, и окончательно большевики только в феврале 20-го года там закрепились полностью. Так что история действительно очень насыщенная такая, очень много влияния, очень много национальностей, языков. Это вот создавало такой колорит. Алексей Павлович, а если вернуться чуть-чуть назад, вот как раз на 230 лет в этот день, да, когда, еще раз повторюсь, в этот день Екатерина Вторая подписала рескрипт об основании Одессы. А этому какие события предшествовали? То есть, каким образом эта территория оказалась в нашем распоряжении? Ну, эту территорию взяли уже в ходе Первой русско-турецкой войны. Но, когда подписывали мер по Первой русско-турецкой войне, территорию вернули. И только потом, когда уже был подписан манифест о вхождении Крыма, когда стало понятно, что Вторая русско-турецкая война завершается с блеском для русского оружия, нужно было укреплять все Северное Причерноморье, то есть, как раз-таки всю вот эту вот территорию, которая каймляет полуостров Крым. И в результате этого везде укрепляются, везде возводятся крепости. Кстати, ну, Херсон там чуть раньше начал строиться. Но везде как закрепление своих успехов. И поэтому здесь, да, верно руководил, кстати, генерал-ланшеф Александр Васильевич Суворов строительством. Но многое, конечно, сделал Дерибас. Будучи человеком образованным, он сам был испанец, знал шесть языков. Он многое, конечно, что сделал. И план именно его в основу все-таки был взят Екатериной. И она отметила потом его... ну, там были недруги, которые говорили о взятках, это как обычно. Но вот здесь вот действительно такая организационная работа первым градоначальником была проделана. Алексей Павлович, вы упомянули революцию 905-го года, да? Многие там события происходили. Вот самые яркие. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям. Там очень была сильная ячейка большевистская. Очень сильная. И бои-то... Бои на улицах, ну, там подавили только за счет привлечения вспомогательных частей. Свои собственные городские там полиции оказались абсолютно неспособны. Вот. То есть я еще раз говорю, тут это, ну, диалектика, да? Рассвет торговли, промышленности, но есть и обратная сторона. Вот. Обратная сторона – это контраст. Потому что и положение рабочих там, оно, в общем-то, мало чем отличалось от положения в других крупных городах. И там вот только за счет таких достаточно жестких действий там, и казаки тоже их привлекли и были использованы. Расстреляно было очень много, около двух тысяч человек. Вот. Поэтому тоже вот это вот наше такое представление об Одессе несколько, что это такой всегда город-праздник, что это всегда город-рестораны. Нет, 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 нет. Это крупный, нужно иметь в виду, промышленный центр со всеми своими неизбежно тоже такими же сюжетами, которые переживала тогда вся страна. Алексей Павлович, а Румыния претендовала на эти территории? Вот когда Российская империя, да, ну, пала под нажимом разных обстоятельств, вот румынские какие-то поползновения были на эти земли? Они не просто, конечно. Надо же вспомнить, что когда Одесса была оккупирована с октября 1941 года до апреля 1944 года, там командовали под румынской оккупацией-то. Командовали румыны. Немцы сместили только их уже ближе к весне 1944 года, когда нужно было защищать, и Гитлер понимал, что румыны не те, конечно, кто способны это сделать. Но румынам всегда это задабривали, их всегда для них это было важной мотивацией для того, чтобы, значит, вот... Но и здесь единственное нужно иметь в виду, что во время оккупации, кстати, румыны там тоже, знаете, не в белых перчатках. И сколько там ими было расстреляно, евреев, конечно, в первую очередь, это тоже тот еще, собственно говоря, вопрос. И в этом смысле они были нисколько ни милее, ни добрее, собственно, нацистов-то самих. А для румын, да, это их территория, конечно. Конечно. Они только так ее рассматривали. И с точки зрения вот экономики, например, в том числе и Российской империи, и Советского Союза, да, объединенного, насколько этот город был важен как порт, как промышленный центр, хотя, в принципе, на Черном море это не единственный ведь порт, да, естественно. Он не единственный, но нужно иметь в виду, что он все-таки превосходил. И в Российской империи он превосходил и в Российск, например, по объемам. И не случайно именно там большое количество предприятий, металлургии, там, все это связано, вместе работало. И учебные заведения, которые там создавались, там много было филиалов, кстати, именно Новороссийского, вот. То есть это все равно был такой головной, я бы так сказал, там, если посмотреть, сколько там объема всего. Ну, и это был высококультурный город, не забудем, да, в советские годы замечательную Одесскую киностудию. Ведь это выдающиеся фильмы, там снимались, и весна на Заречной улице, Д'Артаньян, Три мушкетеров, Место встречи изменить нельзя. Это замечательные детские фильмы, Электроник, Васечкин, это самый, Петров, да, вот. Это самый лучший фильм о море, морянистика. Ну, понятно, город морской, город дышит морем. Вот, то есть это очень-очень высокий, очень высокий был уровень жизни экономической. И, кстати говоря, население, вот, насколько мне известно, даже сегодня население меньше. В 1991 году было больше населения проживало в Одессе, чем сегодня. Алексей Павлович, я скажу нашим слушателям, что немножко об одесском искусстве, в том числе о кино, мы поговорим после нашей короткой рекламы в 50 минут. А вот, как вам кажется, Алексей Павлович, когда можно говорить о складывании из вот этого многонационального населения вот того самого легендарного, ну, скажем так, одесского такого вот человека, да, вот такого узнаваемого и вызывающего улыбку у всех? Ну, вы знаете, да, только это для каждого, как бы для каждого свой какой-то вот такой облик Одессы, да. Кто-то больше скажет, что это Жванецкий. Для меня, например, это больше Утесов, вот, и вся вот эта вот послевоенная, в первую очередь, исключительно советская. Ведь они прекрасно знали, что когда Сталин подписывал приказ, и наряду со Сталинградом, Ленинградом, Севастополем, Одесса стала городом-героем. Абсолютно заслуженно, абсолютно за героическую борьбу в годы войны. И поэтому тут вот у каждого, как бы, свой такой, да, одесский такой вот вариант. Но я все-таки настаиваю на том, что самое лучшее все-таки десятилетие, это, безусловно, десятилетие советского времени. Но это их свойственно характерно и для других многих городов бывшего, большого нашего государства. Да. Алексей Павлович, ну, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время для нас сегодня, и в том числе поздравить Одессу с днем рождения, 230 лет, со дня подписания Екатерины Второй. Рескрипта обоснования этого города в Российской империи. Напомню, Алексей Павлович Синилогов, кандидат исторических наук, с нами.